Здарова, друзья! Решил вот очередной выпуск посвятить тому, как можно летом что-то заниматься, где. Тем более приобрел такую тему крутую. Ролики вот такие купил себе. Хоккейные. Mission DS7. Конечно, можно и покруче ролики взять там, и если вы прям роллер, то, наверное, хоккейные нет смысла брать. Но эти ролики тоже вообще по кайфу, по кайфу. Прям копия. Ну, собственно, это и есть Bauer. То ли Supreme, то ли Vapor, не знаю. Но компания Mission относится к Bauer. Вернее, ну, это либо дочка, либо еще что-то. Короче, Bauer имеет полное право делать с этим Mission что угодно. Да, и вот такое местечко я себе нашел. И вот там вот периодически вот этот вот мерзавец выходит. И что-то хочет от меня. Что-то то нельзя, это нельзя. Здесь все нельзя. Здесь какая-то брошенная территория. И на удивление, короче говоря, она до сих пор не освоена молодежью, которая тусуется на машинах, курит кальян и срет. Да, и везде срет. Там, где они были, везде что-то валяется. От Макдональдса хавка, бутылки и прочее говно. Вот, короче говоря, надеюсь, вы сюда еще не скоро доберетесь, если кто-то из вас это смотрит. Ну, а тогда. В общем, сейчас переодеваюсь и попробую дримблингнуть. Еще сегодняшний видос будет разбавлен темой, как и что может повлиять на хоккеиста, любителя, чтобы он поменял свою форму. Потому что форма дорогая. И эту тему мы рассмотрим в конце этого выпуска. Под конец. Во второй половине этого выпуска. Так, ну все, я уже встал, хотя это уже неплохо. Про ролики хочу сказать. Вообще, надо про эту тему отдельно поговорить. Я думал, что ролики, они максимально схожи с коньками. Так вот, с коньками, на самом деле, у роликов очень мало общего. Потому что ролики, они, у них степень подвижности, если так можно сказать, раза в три, наверное, ниже, чем у коньков. То есть на коньках можно боком скользить. А на роликах, если у тебя нет специальных колес скользких, так скользить не получится. И поэтому я как первый раз, да, как первый раз. А еще у меня новая камера. Спасибо, Саша, за новую камеру. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И с помощью нее тоже попробую какие-то кадры поделать, сейчас покатаюсь. Ну и все. Значит, набор у меня заряженный определенным образом. Клюшка подготовленная. Ну, просто понятно. Шайба. Ну и краги. Краги взял старые. Это краги. Краги. Фишер. 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 Краги. Старые. Ну, потому что их не жалко. Если что, если вдруг я оботру сейчас об асфальт, а я наверняка буду падать. И не знаю вообще, что у меня получится. Первый раз этим сейчас буду заниматься. Поэтому, ну все, погнали. Погнали потихонечку. Погнали. Бля, хуйня какая-то. Короче, я себя очень глупо чувствую. Во-первых, у меня тут многовато зрителей. Я оказался не готов. Во-вторых, я как первый раз ролики одел. Только одел, сразу упал. Во-вторых, вот на таком асфальте, крупнозерновом. Не знаю, как его назвать. Тут есть легкие вкрапления. Вот это вот супер шайба. Причем здесь так и написано, что это супер пак. Короче, это говно. Она не скользит. Поэтому я просто сижу. Вот оттуда доносится запах говна. Я просто так сюда приехал. Асфальт здесь как бы... Ну, можно просто покататься на ролик. Какие-то круги, круголя поделать. Видимо, я сейчас это сделаю. Возьму гоупрошку. И с ней чуть-чуть тогда просто покатаюсь. Сейчас еще главное не бездануться нигде в этих роликах. Блин. Так, на сегодня хватит роликов. Поэтому сейчас небольшой камбэк. И парни расскажут, что их можно заставить поменять форму. Поменять форму. Все, погнали. Так, друзья, пока мы ждем, решил пацанал спросить, что их может заставить поменять форму. Форма нынче дорогая. По классике у дяди Димы спросит. Дима, нагрудник стоит примерно где-то тысяч 7-8. Что тебя может заставить купить новый нагрудник? Да практически ничего. Все можно подклеить, подшить. Я скотчем залепить. Как говорится, если у тебя не получается что-то залепить скотчем, значит используем мало скотчем. Поэтому вряд ли я в ближайшее время поменяю нагрудник, только если по дикой акции. А щитки там, вот что из формы ты можешь реально поменять. Вот, чтобы вот вышло что-то новое, ты думаешь, нихуясь. А она у тебя нормальная? Клюшку есть только. Только клюшка, да, то есть расходник по факту. Ну да, не жалко будет отдать, если запасная будет. Ну, база. Ну и коньки, наверное, если они в говнище. У меня пара коньков, поэтому. Я заточу, что я не буду... Ясно. Ну, Макс, Финагет, такой же вопрос. Что тебя может заставить поменять форму? Вот, допустим, твой нагрудник. Что можешь заставить поменять? Купить новый, выложить тебе 8 тысяч. Наличие в кармане денежных знаков ни более не менее. Мне кажется, даже если у меня были бы деньги, я бы хрен поддал. Нет, я бы коньки поменял. Коньки? Хочу поменять коньки. Сейчас как только упадет на карман, сразу пойду. Пару лямов, как у тебя обычно это было. Да, да. Смотри, вот как мне парочку упадет сейчас. С шести нулями, я сразу за коньки. Я хочу, знаешь, какие коньки заказать? Ну-ка. Сейчас, может быть, видел в интернете гуляет эта история. Ван Хорн. Нет, не сказать, заказные. Пол НХЛ уже у них играет. Там монокок идет полностью из карбона с усиленным там каким-то волокном. Бомба коньки. Говорят, все играют, но это НХЛ. А в них как тапочка домашняя. Да, подожди, не слышно будет, она успокоится. Давай, говори. Как тапочка домашняя? У них как в домашних тапочках, да, они монокок идут. То есть обычно коньки как сделаны? Стелька, да, жесткая. И к ней пришит конек. Да. А здесь немножко другая система. Здесь сразу из подошвы вытекает сама... Ну, целиком они. Целиковый конек, да, монококом сделан. За счет этого он на ноге сидит очень легко. И там суперлегкие какие-то материалы, но суперпрочные. Считается, что они сейчас прочнее даже самого там навороченного Бауэра. А кто сделал? Там конькобежец какой-то. То есть это не Варьер никакой, не Бауэр? Нет, нет, это частная система, частное лицо занимается. Вот КХЛ, даже у нас в НХЛ дохер от играть, а в КХЛ уже человек там 5-6 уже играет в этих платформах. По гугле, посмотри, вот в лоб выложишь туда. Обязательно посмотрю. Я, короче, уже узнавал, где-то они в пределах там рублей 70-80 идут. Охренеть. То есть это точно 30 дороже, чем... Будут шиты по твоей ноге, будет снят лазерный сканер твоей стопы. И будет прям по ней отлита, сшита вручную. Да, я чувствую. Обалдеть. Это бомба будет. Интересно, интересно. Там кого? А грецкий или это кого-то, да, делает? Нет, это конькобежец финский. Он был известный там, мировой чемпион какой-то. И вот он сейчас заморочился и стал конькобежец. Тоже такой же, у него свой заводик небольшой, он тоже по заказу делает, прям стопой ему присылаешься, что я говорю, конечно. Стопой ему присылаешься, там косарь зеленый что-ли, блядь. Ампутируешь, даю не колено. Ампутируешь, а потом обратно пришиваешь. Надо загуглить, загуглить, вам расскажу, врут они или нет. Запомнил, как называется, OneForn? Еще раз. OneForn. Хорошо. Серег, можем тебя отвлечь. Скажи, что тебе может заставить купить новую форму. Вот у тебя отличный нагрудник, все в комплекте. Что тебя может заставить купить что-то новое? Ну, слушай, ты знаешь, как это, с формы обстоят дела. Ты что-то новое берешь, и сразу у тебя уровень, блядь, прибавляется до неимических высот. Взял новый шорт, и ты сразу по-другому побежал. Взял новые коньки. Начал кататься, как там, я не знаю, люди, которые по 20 лет катаются. Не надо ничего тренироваться, просто нужно новую форму покупать. Стараться чем-то можно чаще. Там питание, режим, тренировка, это все чушь. Это все чушь полная, блядь. Приходишь, видишь форму, главный цвет хороший, чтобы был еще. А там, как, чего, там, неважно. И что может меня заставить? Уже ничего, потому что уже и так все в топе, уровень достигнут. Что можно еще купить? Вот, как Максим рассказал, коньки на заказ. Вот, и что там еще? Что там еще на заказ? Да, да, все пока. А, ну, все, тогда все, в принципе. Дев Санька. Ну, и делок на заказ. Все в топе, в Вортарево, голень, да. Да, у Вортарево. Все нормально, нормально. Денис, а что можешь заставить купить? Это первые признаки мастерства Вортарево. Да, это полюбовался, полюбовался. Первые признаки. Что-то новое, вот диваны, например, они у вас там стоят по 100 тысяч. Что мне может заставить? Можешь в Икеа взять подешевле диван. А, хорошо. Что может заставить? Можешь заставить конец сезона. Синзон накачивается, значит, покупаем новую форму. Вот так вот? Да, вот так вот. А что, мы что, плохо живем? Чтобы Вортарей одеть 1300, наверное. Ничего, мы нормально зарабатываем, а ручки. Пойдет. Красавчик. В принципе, да, 300 игр за сезон есть, если закатать. Андрюх, тот же вопрос. У тебя нагрудник ЙОФа, его нигде не купишь такого плана. Что же тебя может заставить купить что-то новое? Они стоят вот там тысяч 10, 8, 7. На самом деле, как раз после этого сезона планирую обновить. Обновиться, да? Ну, на самом деле, всего есть свой срок годности. Тут уже все лямки, он, растянулись. Я уже там, наверное, на максимум все это затягиваю. Оно уже такое все, не очень хорошо держится. Ну, на самом деле, я считаю, что там менять каждый сезон, это глупо, там, чуть она у тебя, не знаю, испачкалась, растянулась. Но всего есть свой срок. А сколько твоему лет? Ну, он мне вообще достался, как бы, с чужого плеча. Поэтому я даже не знаю, сколько их было. Я думаю, что это, наверное, есть, да? Ну, лет 8 точно. Хорошо, нагрудник. А вот там локти, щитки и все остальное. Локти и грудака, они, видишь, из одного комплекта. Да, щитки я вот уже поменял. Красно. А были Бауэр, новые практически. И ничего не лопнуло, но они так шатались, что тоже там... Парамя все, да. Ну, они были похуже. Эти, конечно, грудаки, они вообще вечные. В общем, если она развалилась, все, то пора менять. Да, это как у индейцев поговорка. Лошадь сдохла, слезь. Слезь тебя, денис. Слезь тебя, денис.